Всем привет, вы на канале СуперКит. Неоднократно читал в отзывах к своим видео, некоторые люди пишут, что не туда вставил планки памяти. Скажу сразу, я неоднократно слышал такую легенду от кого-то из YouTube. От кого точно, не вспомню, но наверняка подобная информация звучала не раз, так как слишком часто приходится подобное слышать и читать об этом по жизни от последователей такой теории. Имея в своем компе 4 слота по дозу, я решил это проверить. Начну сразу с информации, что в моем компе установлены две планки DDR4 Crucial Ballistics P16GB каждая. И установлены они сейчас именно так, потому что при сборке компьютера выяснилось, что слот, который находится максимально близко к процессору, перекрывается вентилятором от моей системы охлаждения Zalman Performa 10. Таким образом, в случае покупки еще пары планок придется что-то с этим решать. При этом ни в бумажной инструкции из комплекта, ни на сайте нет никаких рекомендаций по установке планок памяти в конкретные слоты. Так в какие же слоты устанавливать лучше? Задавая этот вопрос, я сразу выношу за скобки соблюдение возможности работы двухканального режима. Еще при первой настройке компа был включен профиль настроек оперативной памяти XMP 2.0. Исходя из этих параметров частоты ОЗУ и буду тестировать. Суть теста будет заключаться в тесте скорости чтения и записи в программе AIDA64, а также будут тесты скоростей чтения и записи локальных дисков соответствующими для этого программами, а именно HDTune и CrystalDiskMark. Причем здесь эти программы? Все просто, у меня на просторах ОЗУ создан локальный диск RAMDisk, его скорость также будет интересна. Итак, первый тест, когда планки установлены в слоты номер 2 и номер 4 слева направо от процессора. Отмечаем результаты 46692 МБ в секунду чтения и 47911 МБ в секунду запись. Кому интересны величины копирования внутри памяти и задержки, вот и они. Вот еще такой бенчмарк, в котором тестируется и кэш-память процессора, кроме работы оперативки. CrystalDiskMark тестирует локальный диск, созданный на ОЗУ, позже сравним эти данные со значениями в других слотах. В HDTune скорость чтения 5766 МБ в секунду. В программе CPU-Z, также как и в AIDA64, можно увидеть в каких слотах установлены планки памяти, частоту, режим работы. Как и говорил, вентилятор перекрывает первый слот для оперативной памяти, поэтому придется немного сдвинуть вентилятор на время теста. А после тестов будет хороший повод пропылесосить радиатор и лопасти вентилятора. Невозможно снова не вспомнить о том, что отсутствие застежки в слотах для ОЗУ с одной из сторон в моей материнке, это немножко конченная система. Очень сомнительная экономия, если речь вообще была про экономию в данном случае. Не исключаю, что кто-то из создателей таких креплений думал, что так наоборот будет удобнее. Попасть и зафиксировать планку заметно труднее, особенно если подойти нормально мешает камера и смотреть я должен не только на слот, а и на экран для отслеживания фокуса при съемке. Осуждаю такие крепления для оперативной памяти. Теперь все тоже самое, но уже с планками в других слотах, а именно номер 1 и номер 3 от процессора слева направо. Аида 64 после теста на чтение показывает 44 823 МБ в секунду. А после теста на запись 48 903 МБ в секунду. Кто-то увидел глобальное отличие? 45 840 МБ в секунду тест на копирование. Задержка также отличается лишь в цифре после запятой. Опять общий бенчмарк, который по сути для АЗУ является тем же тестом, который был минутой ранее. В CrystalDiskMark в таком положении память показывает результаты, которые ниже предыдущих на 100-200 МБ в секунду при показателях около 10 000 МБ в секунду. Ну и цепую Z, чтобы опять удостовериться в положении планки. Теперь о результате. По факту очевидно, что скорость оказалась разной. Абсолютно одинаковой она вряд ли будет, даже если сделать тест даже в тех же самых слотах. Разная она оказалась, если смотреть по AIDA64. На чтение 1.9 ГБ в секунду было больше, когда планки стояли в слотах 2.4. А на запись разница была в обратную сторону, минус 1 ГБ в секунду. То есть быстрее работало в слотах 1.3. Для себя я сделал тесты раза 3 и во всех случаях было именно около этих цифр. Быстрее чтение, но медленнее запись. В случае программ, тестирующих скорость работы дисков, в слоте 1.3 было медленнее всегда. И при чтении, и при записи. Но разница просто на уровне погрешности. Ни про какие 20-30% речь не идет. Это при том, что я не пробовал менять планки местами между собой, оставляя их в тех же слотах. Не исключаю, что это тоже могло бы повлиять на результат. Без понятия почему так, моя задача лишь посмотреть результат, но мне ясно одно. Гнаться за конкретными слотами это бред. Можно смело ставить в любые, которые обеспечивают двухканальный режим работы и не вестись на подобный бред. А чтобы понять величину разницы, которой по сути нет, так как тест максимальных возможностей в AIDA64 вообще имел попеременную зависимость скоростей чтения и записи, один режим работы происходит быстрее, а другой медленнее, то добавляю, что соотношение скоростей по чтению составило 1.04, то есть разница 4%. А по записи соотношение в обратную сторону 0.98, то есть разница 2%. Если для вас важнее скорость именно чтения и 4% это то значение, ради которого вы мне будете доказывать, что это реальная разница, то я даже не буду с этим спорить и соглашусь. Вот только тогда будет ниже скорость записи. Почему перестановка планок повлияла на скорость работы RAM диск вообще не ясно, ведь скорость работы этого виртуального диска в 4-5 раз ниже скорости работы оперативной памяти. То есть как ни крути, по идее скорость работы АЗУ с огромным запасом перекрывает возможности RAM диск. Я не делал тесты одной планкой по всем слотам, типа какой слот быстрее всего в одноканальном режиме работает. Наверное это тоже интересно, но мне кажется, что так уже давно практически никто оперативную память не использует. Во всяком случае системно. Допускаю, что так использоваться может, когда человеку не хватало денег купить пару планок. И чтобы уже хоть как-то пользоваться компьютером, была куплена одна планка, а после следующей зарплаты была докуплена вторая, как минимум. Такой себе кредит или рассрочка. Так себе когда-то давно, собирая комп на процессоре FX, покупал и я, с опозданием в пару месяцев. Сейчас возвращаю планки в начальное положение, так как иначе вентилятор не установить, а работу пылесоса по уборке радиатора оставлю за кадром. Все-таки видео не про обслуживание или модернизацию. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Подписывайтесь на наш канал!